Приветствую вас! Если говорить о том, что вам сделать, то лучше, конечно, всего будет обратиться к психологу и проработать непосредственно с психологом на предмет выявления тех аспектов, которые у вас имеются. Например, выявление тех проблем, которые у вас есть, например, разбора того, что с вами сейчас происходит. Это, конечно, самый оптимальный был бы вариант, потому что самостоятельно вы не справитесь, скорее всего, со своей проблемой. Конечно, самостоятельно вы не справитесь со своими сложностями и, соответственно, будет вам только охотно. Вот. А оставлять всё как есть я бы, если честно, не рекомендовал бы тоже, потому что это не решит проблем как таковых. Вот. А только лишь усугубить ситуацию. А вот. Так что, я думаю, именно это вам и нужно сделать. Это первое. Первое, что я хотел бы вам сказать. Да? Дальше идём. Значит, вы пишите. Чувствую себя сейчас уже на протяжении, ну, на протяжении полгода, я полагаю. Ага. Значит, соответственно, логично будет предположить, что полгода назад, ну, с вами что-то случилось. Произошло что-то такое, что стало вызывать у вас подобные чувства. Произошло что-то такое, что стало вызывать у вас подобные эмоции. Произошло что-то такое, что вы стали чувствовать себя так, как чувствуется. И, на мой взгляд, нужно всё-таки разбираться, как и когда это началось. т.е. как, когда началось, т.е. вот, собственно, то, что вы сейчас испытываете. Вот. Это нужно выяснить обязательно. Вот. Потому что в противном случае ситуация, она так и останется неразрешённой. Вот, вы о ней будете, в общем-то, мало, чего, ну, чего знать, вот, вот, ну, точнее, вы о ней вообще, наверное, ничего знать не будете, а она все-таки нужна, нужна для вас. Дальше, большая регулярная усталость, забыла о том, когда последний раз высыпал за это, там, еще так времени, настроения на общение нет. Инстатуры интересы ко всему, если я жутко интересовала раньше, неконтролируемое самопичевание, больше моральное, чем физическое, было бы и физическое, если бы не страх, а если увидеть. Так, большая регулярная усталость, да. Первое, что вы описываете. Большая регулярная усталость, это следствие, это следствие того, что вы о себе не забудете, что вы о себе не беспокоитесь. что вы не отслеживаете, к примеру, свое чувство, чтобы не отслеживаете, к примеру, свое желание, что вы не отслеживаете, к примеру, то, что с вами происходит. Вот. И, соответственно, это вытекает вот в то, что вытекает. то есть, по факту, вы не бережете свои ресурсы, по факту, вы не бережете свои силы, по факту, эти силы, они, ну, просто-напросто расходятся непонятно куда. Вот. Таким образом, то, с чего вам следует начать, это с того, чтобы определить на что, конкретно на что у вас уходят в силы, на что у вас уходят ресурсы, куда вы их спрашиваете свои ресурсы. Вот. Это такой момент. Дальше. Забыла о том, когда последний раз высыпало. В чем проблема? А, с того, что вы не можете уходить. Ну, или не можете спать, к примеру. Вот. То есть, у вас бессонница или что-то другое? У вас бессонница или еще какие-то есть проблем. То есть, вот это, на мой взгляд, также необходимо разобрать и рассмотреть. Потому что, если у вас бессонница, это одно, а если у вас, соответственно, там, ну, что-то другое, да, то с этим работать, работать, в общем, грубо говоря. Вот. Вопрос в том, что только хотите ли вы. То есть, вы не раскрываете и не описываете того, что с вами происходит. Дальше. Так. Настроения на общение нет. Соответственно. Опять же. А раньше настроение на общение было? Если да, то как оно себя проявляло, ну, настроение на общение? Вот. Потому что, на мой взгляд, это момент. Момент. Момент, так. Важный. Очень. Очень важный момент. Вот. Но надо, чтобы вы его раскрыли. Опять так. Знаете? Какая история. Вот. И, когда, когда вы пишите, что у вас нет, значит, настроения на общение, то его, его и не должно быть именно настроение на общение. Сообщение строится на том, что вам интересно. Вы говорите, что, в общем-то, вам не особо ничего интересного. Сейчас. То есть, то, что вам было интересно, сейчас, сейчас уже никакого интереса для вас не представляют. Вот. И это тоже очень важный момент. То есть, почему не представляют, почему перестало представлять. Вот. Вот. Это вот, то, что нужно разобрать. Вот. Нам. С вам. В том числе. Вот. Дальше. А, так. Вы пишите жутко интересовало раньше. А, на чём, на чём построен интерес? То есть, как вы пишите, что у вас здесь не делали, а, а, я не делали, но я не делали. То есть, вот. Сам интерес, а, в чём выражается? Так вот, ну вот, вы говорите, что жутко интересно. А, как интересно проявляют вообще? Мне кажется, это, тоже очень важный момент, что необходимо понять, что именно у вас вызывает интересы, какие, собственно говоря, критерии интереса. Потому что на данный момент это совершенно не ясно. Именно, вот, критерии интереса, да, они не ясны. На мой взгляд. Дальше. Вы пишите про самобичевание. Ну, по факту, по факту, самобичевание есть самообвинение и, в общем, в общем-то, тут нужно смотреть. Опять же, как давно у вас это происходит? Как давно вы себя обвиняете? Вот. По поводу, с чего вы себя обвиняете? За что вы себя, там, корите, вините и прочее. Вот. И с этим нужно разбираться. Соответственно, тот, что ведёт вас к депрессии. Соответственно, тот, что ведёт вас к подавлению своих, своих желаний, своих потребностей, своих эмоций. Ну, своих чувств. И, на мой взгляд, это совершенно неприемлемо. Вот. На мой взгляд, это совершенно, ну, вообще никак, неприемлемо неприемлемо. Вот. Так всё. Тут нужно смотреть, откуда вы это взяли и у кого, собственно, научились. Ну, у кого научились так себя вести. Понятно, да? О чём идёт речь? Раньше, раньше, я справлялась с этим всеми, с этими самыми разными способами и задерживалась в этом состоянии максимум на месяц. Ну, понимаете, я верю в то, что вы справлялись с этими вещами сами. Вот, но, понимаете, какая штука, справляться, справляться, это, однозначно, по сути, подавлять. То есть, то, что вы говорите, звучит примерно так, что я раньше подавляла вот это всё, что у меня есть, я раньше подавляла. Вот, и на какое-то время, на какое-то время это помогало, на какое-то время. А теперь уже нет, теперь уже не помогает, вот, не поднимается. Поэтому, я полагаю, что вы вообще склонны помочь, чтобы подавлять, скажем так, ну, что-то в себе. Что, опять же, не является чем-то положительным для вас, чем-то позитивным для вас. И не подавлять на самом деле нужно, а раскрывать. Просто, необходимо, раскрывать то, что вы хотите. То есть, что стоит за этим, за тем, что вы испытываете. Какова природа этого, то, что вы испытываете. Нужно исследоваться, нужно смотреть. Понятно? Дальше. Ведь даже же я беспомощна, как и мои близкие, и я не знаю, что делать. Ну, работать нужно. Совсем понятно, кого вы подразумеваете под близкими, потому что самобичевание, а также низкая самооценка, это ориентироваться на социальных элементов, да, что вы ориентируетесь на других людей, а не на себя. И, соответственно, ваши близкие, они, ну, не могли в этом не участвовать. Поэтому, возможно, первое, что нужно сделать, это сепарироваться от близких, да, то есть, больше уделить внимание своей самостоятельности, если больше уделить внимание, там еще вам, ну, нужно, важно, ценно, вот. И, соответственно, уже, исходя из этого, что-то делать. Исходя из этого, уже двигаться. Вот. В целом, я предлагаю выявить ваши противоречия, то есть, вот, ну, просто, вот, наиболее важные противоречия для вас, которые есть у вас, и поработать, собственно, с ними. Вот. Это то, что можно сделать уже, вот, прямо, прямо сейчас. Скажем так. Ну, вот. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, вы можете задать мне их в личку, я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Удачи! Сейчас сделаю вам планшет.